Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Сталкер Чистое Небо. Итак, мы в прошлой серии с вами добрались все-таки до кордона. Что это сейчас было? Вот, добрались с вами до кордона и... Дорога была сложная, очень сложная. Мы в комментах, кстати, написали, что специально мне не написали про этого пулеметчика. Вот, хотели посмотреть, догадаюсь ли я пройти в обход. Вот, я припомню вам, припомню, если не забуду. Окей, сегодня наша задача... Ну, основная задача это поговорить с Идрой, чем это нам нужно пробраться в лагерь новичков. Ну, а так вот, еще помимо этого, я хочу, хочу посмотреть просто местность и посмотреть, что за поселение Сталкеров. В принципе, вот это. Здесь вот куча Сталкеров. Вот здесь Сталкеры. Вот это вот я не понимаю, почему здесь Сталкеры. Помните, это же мост, да? Тут же были военные. Судя по всему, военные еще не оккупировали этот мост. Это место еще вот в это время, когда происходит действие Чистого Неба. Это, что хотел сказать-то, забыл. Окей. Так. Судя по всему, здесь, короче, обосновались пока что Сталкеры. Окей. Так, что у нас там из дополнительного задания? Ага, ага. Окей. Окей. Ладно. Погнали. Погнали смотреть, смотреть и еще раз смотреть. Возможно, найдем какие-нибудь... Вася, не помнишь, ты мне стволами обещал помочь? Валерьян, так я же не против. Кхе. Меня потом военные спросят, дескать. Зачем оружие Сталкерам продавал? Вася, надо подумай, если мы вояк сейчас не прижмем, они же из нас последнюю кровь выпьют. Добро, Валерьян. Жди завтра человека, он тебе доставит все, что у меня сейчас есть. И здесь Валерьян. Отец Валери... Отец, отец Валерьян. Вот. Вообще просто. И здесь у нас Валерьян. Окей. У нас еще темнеет. Снова. Скоро будет проклятая ночь. Так, смотри, труп. Наверное, по-любому ничего нет. О, нет, смотри, есть что-то. Есть у нас ХПССС. Так, это 919 нафиг. Гадюку я тоже брать не буду, нафиг она нужна, в принципе. Вот она косая. Поэтому нафиг она нужна. Так, погоди, здесь где-то есть Сталкер. А что такое-то? В смысле, что подгружается-то? Задрало. Задрало. Наемник, здесь тебе прохода нет. А, да? Вот так, что ли? Ладно. Я пойду отсюда. Так, я только вот здесь у вас в машине посмотрю что-нибудь. Может, здесь что-то интересное для меня есть. И я иду. Да я, да я, да я. Да я иду почти подальше отсюда. Я не буду с вами тут вообще кудахтаться. Видишь, какие? Территория Сталкеров здесь. С наемниками здесь не место. Вообще борзили. Ладно. Снайпер. Давайте посмотрим, что здесь, что это за лагерь вот этот Сталкеров. Я надеюсь... Да что такое подгружается-то? Я надеюсь, здесь у нас... Эй, ты пушкой-то не маши. Для разговора она не нужна. Не машу, не машу, убрал. Убрал. Так. Ну чего тебе? Мы понимаешь, лагерь охраняем враг-то недалеко, а тут ты с своими вопросами. Что у нас в зоне? Новая? Нахрена нам новая, когда старого понятно. Ничего. Об этом месте. О. Тут место раньше не особо опасное было. Все крутилось под своим правилом, понимаешь. Новички не совались, куда не надо. Сталкеры таскали Сидоровичу Хабара. Военные все это дело кашевали. Это бандюгов отгоняли. Наш человек, он и в форме наш человек, ага. Только недавно все прошло коту под хвост. Как губники со свалки подтянулись, командир местных вояк еще и с ними работать стал. Порядка нет никакого теперь. Верить военным больше нельзя. Продадут за пару денег. С другой стороны, нет худа без добра. Раньше такого не было. А теперь сталкеры объединились, чтобы отбиваться от всякой сволочи. Окей, что там, поторговать нет? Поторговать в принципе нет, окей. Ага, ага. Пусто, да? Ладно. Так, это у нас... Это у нас проводник. Окей. Что у тебя там за расценочки? Ну, что-то такие. Местами кусающие, местами нет. Слушай тебя. Что, ножик все, я не могу достать, да? Здорово. Так, у этого, судя по всему, можно, да, задание взять. Но я пока не буду брать. Я пока здесь посмотрю. Хаваем, да? Хаваем. Лежим. Окей. Лежит, жрет. О, здесь по-любому что-то есть. Да, здесь водочка. Консервы всякие. Так, это что у нас за патроны? Понятно, это я хорошо возьму. Это что? Это я не буду брать. Ох, не охота мне за хабаром сегодня плестись. Дверь закрыта. Там делать нечего, окей. Там, в принципе, тоже вот здесь. Давай посмотрим. Да, и здесь я не могу, короче, тоже оружие взять. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Так, расскажи мне о себе. Торговец я, начинающий. Как видишь, мы тут совсем недавно, как только сказал Валериан, что каждый может стать кем хочет. Я сразу решил торговать саму. И никаких гвоздей. А что способности у меня есть? Да, и Сидорович, вон рядом. Пример живой. А если я хочу стать еще в школе игрушку электронную. Ну, помнишь, волк яйца куриные ловил. Так я эту штуку сдавал одноклассникам по 10 копеек за партию. Жилка такая у меня есть, понимаешь? Да, золотые денечки были. Сейчас вот осваиваюсь, вникаю в профессию, так сказать. Беру у Сидоровича товар на реализацию, так что цены, сам понимаешь, пока не очень. Кое-что интересное найдется. Ребята уже начали потихоньку свой хабар мне носить. Как думаешь, жизнь на кордоне поменяется? Эк, дружище, заживем мы теперь как у Христа за пазухой. Ну или кто там нами грешными заведует. Больше вояки нас гнобить не будут. Теперь все для пользы сталкеров пойдет. И после рейда можно будет на кордоне отдохнуть. И оборудование, что надо, появится. За хабар-то уже реально деньги пойдут не то, что раньше. Нам объедки, а самые сливки военным. Погоди, мы еще по воякам попыляем. А что? Ничего им, знаешь, расслабляться. Не в сказку попали. Словом, заживем. Окей. Так, могу чем-то помочь. Что ты мне можешь предложить? Покупка ждет тебя в виде рюкзака рядом с трупом. Неудачливого сталкера. Ветер старый, электровоз неподалеку. Сколько мне это будет стоить? Два косаря. Ну не, ну не, ну нет еще. Не, 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 не. Что там все, гадюка? А, ну и нафиг она мне сдалась. Так. Есть что для меня? Нет. Чем могу помочь? Если не нашел, чего я искал, извиняй. На птичке. Давай это все заберем. Так, а продать я ничего не могу, да? Это я себе оставил, ага. Торговать. Есть что-то на продажу? Чем помочь? Помочь, может быть, и можешь. Понимаешь, мы только-только свою базу обустроили. Еще не успели зачистить территорию вокруг. А бандиты тут как тут. Грабят сталкеров, которые мне хабар несут. Такими темпами мне скоро и торговать не на что будет. Но вчера опять появились отряд бандитов. Наглые ты что? Прямо напротив нашей базы устроились. Не мог бы ты их малость причесать? Да, без проблем. Приятно иметь дело с честным сталкером. Отлично. Задание у нас уже есть. Давай посмотрим. Фургон, давай расскажи о себе. Независимость я очень ценю, потому что всегда был сам по себе и только на себя работал. Но когда вот слыхал, что сталкеры военных потеснили и свою базу организовали, сразу сюда пришел. Я знаешь, со многими в зоне пересекался, но как по мне, то сталкеры самое оно. Ну как сказать, нормально, не понимаешь? Без этих дурацких заморочек, кодексов, правилами, как они есть в других пригубировках. По большему счету в зоне только сталкеры и должны быть. Тогда и взаимовырочка будет сюда. И поспокойней станет. В общем, решил я этих ребят поддержать. Техника редко встречаешь в зоне. Расскажи, что ты умеешь. Ну, примочек модных или каких наморочных штук ты от меня не жди. Однако и сомневаться тоже не надо. Котелок у меня пока варит, а руки из правильного места растут. Все, что тебе нужно, все, что тебе в жизни может спасти, все умею. Чаще всего оружие и броню ремонтирую. А если нужные детали появятся, так и улучшить твою пушку, либо снарягу смогу. Ну, если хочешь узнать, что именно я занимаюсь, глянь в апгрейды. Думаю, разберешься. Так, я так понял, ты порядком по зоне побродил. Что-нибудь необычное видел? Необычное? Да, я сюда через агропром шел, как раз после того выброса мощного. Гляжу, ну, чудеса. На старом месте, где раньше ни черта не было, теперь участок земли исковерканный. Аж спучилось. И фонит так, что мимо бегом бежать надо. Мне потом ребята рассказали, что мощнее-то аномалий нету. Из нее энергия не просто фонтаном, а не агарским водопадом прет. Место опаснее не придумаешь, но фокус в том, что там чаще редкие артефакты случаются. Увел это этого. Так что, если наткнешься на это место, поглядывай. Так, есть ли какая-то работенка? Есть я давно еще схему какие-нибудь совершенствия, если вдруг они тебе попадутся. Понятно, усовершенствование. Чейзер 13 АКМ. Ага. Ладно. Если найду, что принесу. Окей. Так, улучши. Если не сильно помог. Что можно улучшить? Так, мне надо отремонтировать. Смотри, здесь в принципе я могу прибор ночного видения установить. Погоди ты. Прибор ночного видения установить. И... Основная защита от редективной пыли. Так, радиация, химзащита. Чем тебе помочь? А это что? О, контейдер для этих фактов. Хорошо, давай. Ты действительно... Да? Окей. Так, давай и вот это тоже все сейчас... А-а-а-а. Решил улучшить. Бляха, надо было... А-а-а-а-ай. Ладно. Надо было защиту от радиации. Так, здесь что? Здесь у нас все уже установлено. Что вообще не требуется? Окей. Скорострельность. Так. А-а-а. Точность. Точность. Точность 20, точно 20. А-а-а. Чем тебе помочь? Давай рукоятку. А, и могу еще вот так. О, у меня точный будет пистолет вообще. Так, увеличение количества патронов в магазине. Да, давай пофиг. Пофигу. Так, а что у нас по этой штуке? Ничего. Так, пистолет можно, кстати, починить. Ружье нельзя чинить. Решил лучше что? Или поломку исправить? А-а-а. Можно было этот глушитель продать. Ладно, пока не буду. Водочку заберу. Водочка, хлебушек. Что у нас еще здесь имеется интересного? Ну, привет. Здорово. Так. А-а-а, мне это... А так я могу разбить? Так я не могу ничего разбить. Здорово, дружище. Здорово. Что ты сделаешь? Майор Халецкий военный. Ух ты, а у них здесь, смотри, этот еще заложник сидит. Неплохо. Сейф. А-а-а, вот так. Здесь у нас... Наши добро можно сложить. Так. Ну, 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 в принципе. А, я же... О, да. Хорошечно. Радиация плюс 3. Радиация минус 2. Леха, а что, радиация будет прибавляться? Ну, пока нет. Пока не вижу, что прибавлялось. Ладно, пускай так. А-а-а, нет, смотри, есть, прибавляется. Плохо, плохо. Так, окей, тогда я, знаешь, что буду делать? Я буду его, так, уберу. И я буду его, короче, одевать, когда... Когда у меня будет не хватать места. Думаю так. Окей, ладно, давай-ка я здесь сейчас оставлю что-нибудь. Из своего, чтобы освободить себе местечко. Наверное, скорее всего... Так. Это я оставлю. Так. Полтосик. Так же, полтосик. Да. 47. Ну, нормально. Так, 9, ага, 5. 5. Давай по 5. Как и в чинях Чернобыля. По 5, все. 5. Ага. Так, это что у нас за патроны? 18. Оставлю... Блехо. Оставлю соточку. Так, это что у нас? Уже 18, окей. Это... Это у нас вообще 19. Это мне нафиг не надо, это я уберу. Это я... Так вот оставлю. Ну, в принципе, да, все. Аптечки, я не знаю. Давай так же. Будем экономно стараться. Стараться, короче, будем. Окей. Ну что, у нас там задача, короче, уничтожить бандитов. Ага, на хуторе. Погнали. Ну, буди на кордон, мы с вами подзаработаем немножко. А что нет? А что нет? Нормально. Уже поинтереснее, да? Такое задание, типа, уничтожить там этих... Бандюга. Бандюганов. Уже поинтереснее. Так, там, кабан. Он мертвый или... КЗ. Так, бандюганы у нас... Вон они. Отлично. Так, одного что ли убил? Заходи в боку, заходи! Погоди, у меня пистолет. Давай испробуем. У меня аж там точность. Охренеть какая. Так, он близко подходит. Надо бы сейчас... Тихо, я его не вижу. Опять эти кусты! Нет, не убил, да? Ублюдок. Так, пекаль. Бляха. О, нехило, нехило. Что такое бронированный? Бляха, бляха, ни хера себе. В упор прям. Лежать, бляха. Так. Ну и где ты там? Ах, ты падла. Давай, давай, быстрее пизрежай, ну... Ёпти, граната! Главное, чтобы еще кабаны сейчас не прибежали сюда, будет АТАС. А ну, чики-брики в дамке! Держать, падла. Так, один. А где-то там? Смотри, сидит такой. А, еще один. А, это тоже. Отлично, задание одно выполнено. Так, надо обыскать, туда пошмонать. Трупишников. 18, хорошо. Так, гренки взял. 18, гренка. Печка. О! Неплохо. Правда, 9 всего патронов, но ладно. Хотя бы что-то. Погоди, а может я еще разрядить смогу, нет? Точнёт. Целая обойма почти. Помните, да, это место. Вот он, в тенях Чернобыля-то. Здесь кучу этих... Всевдо собак, или просто собак, по-моему. Убивали. Хорошо. Так, давай посмотрим этот дом еще. Отлично. Патронов для ружья хоть жопой жуй, поэтому можно и так не париться, в принципе. Всё пусто. Окей, пошли за добычей. За наградой, то есть. За добычей. Добычу мы уже нашли. За наградой. Сейчас за наградой, там еще возьмем какое-нибудь задание. Не думаю. Там вроде были эти человечки, которым задание нужно. Помощь нужна, то есть. Так, убрал, убрал. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Так, я насчет бандитов. Ну, как все прошло, я их положил. Косорю! Так. Что-то есть для меня. А, всё, работы, да? Нет. Так, это нет, спасибо. Что-то мне можешь предложить. Так. Давай посмотрим, что там торговать. Вот это я заберу. В принципе, всё. Так, что там? В принципе, нормально. Пока скидывать ничего не буду. Так, у кого здесь еще задание есть? Вот этот чувак. Что рассказывает? Ты мне рассказываешь, что тебе за помощь-то нужна. Счастливый детектор. Давай. Наемник, помоги. Понимаешь, тут такое дело. Я недавно себе новый детектор купил. Помощнее моего старого. И на радостях свой старый детектор зашевырнул в аномалию подальше. Но этот новый детектор невезучий какой-то. Уже третью неделю ни одного артефакта найти не могу. Хоть ты тресни. Я так думаю, новый детектор это хорошо. Но верни мне мой старый. А с меня награда полагается. Окей. Да, без Б. Да, без Б. Так, принести предмет. Детектор счастливый. Ну, что расскажешь? А, ну в принципе не так далеко что ли? Ну ладно, пошли. В аномалию говорит зашел. Погоди, а где выход? Как вкусно топал. Это я? Как вы... Ой, ёпт. Как будто это, козлиные ноги. Там в принципе аномалия. Кстати. Аномалия, может там артефакты есть какие-нибудь. Надо будет сейчас это проверить. Псиный гавку, это не там ли они? Леха, тут еще и радиейшн. Ладно. Так. Давай-ка вот так. Там Леха, возьми пистолет ты. Где мой там? Охренеть здесь фонит. Охренеть фонит. Охренеть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Где-то здесь. Так, тихо. Отлично. Окей, ну артефактов я здесь не вижу. Но фонит здесь конкретно. Ай, зря сейчас аптечку, короче, съел. Надо было эту. Какую-нибудь колбосятину сожрать. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Да все нормально, я извиняюсь. Так, куда? Слушаю тебя. Вот, короче, эти приемы местом. Спасибо. И чем могу помочь? Все, ничем. Так, а награду выражать, да? 550. Приятно иметь дело, честно. Ну, в принципе, такое задание было не пыльное, вот. Поэтому, ладно. Так, это я заберу. Съем. Вот так вот. Хорошо. Где там еще? Вот тут наверху, что ли? А как мне туда к нему было пробраться? Плестница есть какая? Эй, чувак, а как мне к тебе попасть? Ну, привет. А вот, лестница. Так, а чем могу тебе помочь? Спецаптечка НПР-21П. Наемник. Недавно от бандитов на свалке убежал мой старый приятель. Эти сволчи забавы ради гоняли его между аномалиями по насыпи, где радиация зашкаливает. Сейчас он еле двигается. Обычный антирад ему не помогает. Тут нужно что-то посильнее. Я слышал, у военных есть специальные аптечки на такой случай. Если сможет достать такую аптечку, то с нас причитается. У военных? Ёбьте мать! Это именно туда мне надо бежать? Охренеть, охренеть. Охренеть. Ну, это, наверное, это на целую серию. Там, видели, что творится, да, когда я заходил на кордон? Это, наверное, на целую серию. Так что это мы уже выполним, наверное, в следующей серии. Так. Ну, в принципе, что? Давайте сбегаем туда, к мосту. К мосту. Не подходи! Открывай дверь! А это что такое? В смысле? Че это такое там? В смысле не подходи? Ну-ка. Я сохранюсь, короче, и попробую просто. Привет, брат! Нормаль, привет, так что тебе контузит-то? Я что, за тебя говорить должен? Не подширей! Откроем огонь! Я что, за тебя говорить должен? Не спи, замерзнешь! Да ладно. Я вон в костерку. В принципе, смотря, они не трогают. Не знаю, только угрожают. А в смысле? Вот, другое дело. Так. 18. 19. Окей! Давайте, друзья, на этом закончим. Вот, и в следующей серии... Откроем огонь! И в следующей серии мы, короче, с вами отправимся к этим военным. Вот, доставать эту аптечку. В деревню новичков пока не будем заходить, пока мы выполняем задания. Вот. Смотрите, здесь поинтереснее реально, как вы и говорили. Вот. Ну, и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...